Ассалам алейкум, рахматуллахи ва баракатух, мир вам и благословения Всевышнего. Главным событием уходящего июня стало празднование Ураза Байрам. А главной новостью – это победа фонда «Ярдам» в конкурсе на получение гранта президента Российской Федерации. О гранте, о рамадане и курсах, которые проходили вместе с поста в центре «Ярдам» в нашем июньском выпуске. Проект «Видеть и слышать» сердцем Национального исламского благодарительного фонда «Ярдам» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Этому событию была присвящена пресс-конференция, которая прошла в центре фонда «Ярдам». Значимую поддержку в оформлении заявки на конкурс фонда президентских грантов оказал проект мэрии города «Добрая Казань». Проекты фонда доказали свою эффективность и временем, и теми результатами, которые они показывают. Поэтому здесь задача проекта «Добрая Казань» и мэрии города «Ярдам», которая поддерживает проекты фонда «Ярдам», состоит только в том, чтобы с помощью наших дополнительных ресурсов у фонда была возможность масштабировать свои проекты. Поддержка фонда президентских грантов является для нас большой помощью в нашей благотворительной работе. Получение гранта – это признание наших заслуг на федеральном уровне, отметил президент фонда «Ярдам» Ильга Масмогилов, рассказав собравшимся о направлениях деятельности и социальных проектах благотворительного фонда. Среди 58 проектов из Татарсана, ставших победителями конкурса социально значимых проектов в 2018 году, проект «Ярдама» занимает первое место по величине суммы поддержки. Проект «Видеть и слышать сердцем» реализуется в условиях софинансирования. Размер федерального гранта будет очень 9 миллионов 976 тысяч 680 рублей. И более 12 миллионов рублей фонд будет привлекать сам из собственных средств учителей. В основе проекта лежит проведение учебно-лечебных революционных курсов, которые включают в себя ряд мероприятий, стоящих из следующих направлений. Это образовательное, психологическое, медицинское и духовное. Будет проведено обучение 5 групп с общим количеством обучающих – 225 человек. Первая группа начинается с 1 июля. Одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к людям с проблемами по зрению. Не каждый это может воспринять, наши беды. Не каждый нас любит, потому что все хотят красивых, здоровых детей, а мы как бы ущербные дети. Так я вот примерно шишками всю жизнь росла. Грантовая поддержка подразумевает помощь не только в оплате проезда, проживания, питания и реабилитации незрячих и слабовидящих, но еще и в улучшении материально-технической базы центра Ерден. Это закупка оборудования для печатания книг, шрифта Брайля, компьютеров, спортинвентаре, лекарств и многого другого. На протяжении уже многих лет фонд Ерден во время Рамадана проводит курсы для незрячих и слабовидящих мусульман, которые приезжают с разных регионов России, но и стремятся попасть на курсы именно в Рамадан. Как признаются многие, дома таких условий, как в центре Ерден для соблюдения поста, никогда не будет. Тут же все есть. Тебя кормят, за тобой ухаживают, тебе куда надо поведут. Баня, душевые, туалеты, все. Для инвестиций, то, что нужно, здесь все есть. Все удобствуют. Поэтому спасибо всем работникам. Я вам честно скажу, уроза. Раньше дома я держал уроза, то сильно голова болела. То головы с головой давление поднималось, когда проголодался. Ни один день, сегодня 17-й у нас, роза, ни один день ни голова не заболела. Никаких мучений не было. Это потому, что живем в Доме Аллаха. В Доме Аллаха живем, все эти тяготы снимаются, уходят. Как-то спокойно. Все молитвы, все пять молитв вовремя получаю. Таравихи, да, сколько, 20 тракатов таравихи получаю. Я очень-очень доволен, что это у меня могло бы и не получиться, будучи в Дагестане, в Махачкале. Нужно сказать, что из Дагестана на курсы приехала группа незрячих и слабовидящих из 10 человек. Большинство из них в Ердаме впервые. Я как председатель общества слепых в Ергейберском районе. Мне каждый год звонили, рассказывали, что есть такое-то место, изучение Корана, что поехать. Ну, как-то времени тоже не было, никогда не видел, не намерялся. В этом году решил сам поехать, посмотреть. Я приехал абсолютно доволен, рад, хорошее отношение, уважение, массаж, учение Корана и реабилитация инвалидов. Когда оказывается, мечет рядом, очень рад. Надеюсь, иншаллах в следующем году тоже приеду. Амина Кункуева в прошлом году на первом конкурсе незрячих чьих Корана стала призером. Именно в Казани Амина научилась чтению Корана на арабском. И на курсах фонда Ердам уже в четвертый раз. Но месяц Рамадан она приехала впервые. Каждый раз сюда приезжая, я восхищаюсь. На Уразами, если то, что я приехала, это вообще еще я поражена, как они так могут. Как у них так получается все это организовывать. Это не одного-два человека так накормить, помочь ему, научить. А тут у нас много людей из всех регионов, разных возрастов. Самому старшему слушатели курсов 82 года, самому младшему 19. Но, как отмечают преподаватели, старшие в своем стремлении освоить новое могут служить примером. В моем классе учатся люди, которые очень преклонного возраста. И самые лучшие старательные ученики. Действительно, у меня и так есть. Двое ученика, самые взрослые 78 лет и 82 года, которые стараются, даже улучшают свои старые ученики. Вот это я хотел обратить, что не поздно начинать. Никогда не поздно. Никогда. А то у нас стереотип в голове сидит, что все, уже 50, какие знания могут быть. Голова не та, мозги не те. Это не правда. Эти люди отрицают этот стереотип. Вот это я хотел сказать. Что многие вот этим примером могут сопутствовать. Потому что есть хадисы пророка. Учитесь от колыбели до могилы. Берите знания. Вот они соответствуют этому. Жители Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Чечни, Чувашии, Оренбургской и Самарской областей весь месяц поста провели за занятиями на курсах. Кто не первый раз укреплял свои знания, навыки произношения арабского языка, учил новые суры. Но были и те, кто только начинал учиться шрифту Брайля. Возраст здесь не играет большой роли. Единственный минус, что с годами пальцы менее чувствительны. И тем, кто только начал обучаться чтению письма по системе Брайля, чтобы прочитать одну страницу текста, нужно запастись большим терпением. На букву приходится примерно 5-6 минут. Это я готовый текст, потому что я немножко... А так вот длинные слова, допустим, там 10 или там 15 букв, примерно сейчас уходит. Было трудно теперь, вроде нормально. Чтобы пальцы стали восприимчивы, Иравилю и Мадине, которые за месяц освоили русский шрифт Брайля, еще читать и читать. Но и она, и он уже нацелены на дальнейшее обучение. Я очень много знаний здесь получила. Вот освоила русский Брайль. Иншалла, еще приеду уже обучаться арабскому. За месяц на курсах обучает и арабскому шрифту Брайля. И многие незрячие мусульмане мечтают об этом. Умальзат год назад обучалась в Свердаме русскому Брайлю, теперь приехала учить арабский. Я очень довольна, что сюда приехала учиться. У меня мечта была в Коран учить. Я очень счастлива, что я научилась читать Коран по слогам, но читаю. В принципе, алфавит мы изучили. Осталось. Правила тоже мы как бы это самое. Осталось только нормально читать, наверное. Мечты сбываются, и те, кто приезжает в Вирдам, надеются, что еще раз вернется. Ведь одна поездка дает только азы, а для укрепления знаний нужно больше. Я еще приеду, иншаллах. У меня есть такое желание приехать и научиться еще лучше читать. Это очень такое место, где очень хочется побыть, наверное, еще раз. Приехать и дальше учиться, если возможность такая будет. Помимо обучения и массажных процедур во время Рамадана, слушателей курсов, особые гости на ифтарах и участники всех мероприятий и богослужений, проходящих в центре и мечети РД. Я здесь уже пятый год провожу в священный месяц Рамадан. И с каждым годом все лучше и лучше организовано здесь. Проходит организованно. Здесь очень нравится. И мне нравится, и кто первый раз уже. Здесь было, очень понравилось людям. Ну, здесь очень хорошо организовано, во-первых. И все с душой делается, не то, что там по этому. Люди друг к другу относятся, как братья и сестры. Ну, редко сейчас где встретишь такого. Здесь отцовская забота бывает, и материнская забота бывает. Потому что, хотя мы сами отцы и деды, но это тепло нам нужен. И главное, что на пути Аллаха Коран изучить. Мы изучили, алхамдуллах. И дальше продвигаемся. Это очень нам нужно. Поэтому я всем благодарен руководству, руководству и управлению духовно, управлению Татарстаном, и тем, которым помогают для отмечать, поддерживать, чтобы без поддержки мы же не можем сюда ездить. Мы все абсолютно благодарны вам. Слова благодарности и признательности традиционно звучали и на закрытии курсов, на которых людям, освоившим арабский шрифт-брайля, были подарены комплекты Корана, состоящие из шести домов. Не передавай имя ощущения. Конечно, очень приятно, что такой подарок дали. И что возможно будет дома читать. Спокойно. Можно будет изучать, учить, научивать. Я очень рада. Сейчас я спокойна. Я знаю, что у меня полностью уже есть Коран, и я могу его в любое время для себя читать. На слух мне трудно осваивать это, запоминать. А так по правилу очень хорошо получается запоминать. Поэтому я очень счастлива. Аль-Хамдуллах, шикру Аллаху, что Аллах так балует меня. Мне очень приятно. Спасибо Малеке Ханом тоже. Всем-всем спасибо за все. Пусть Аллах в обоих мирах самым лучшим вознаградит их за все, что они для нас делают. И дай Аллах, чтобы они еще больше и дальше, у них все лучше и лучше получалось, и было больше учеников, которые будут познавать Священный Куран. На смену Рамадану пришел месяц Шаваль. И в первый его день мусульмане всего мира отметили праздник окончания поста и Священного Месяца. Месяца прощения и милости, взаимопомощи и поддержки. С раннего утра мусульмане спешили мечеть Ирдам на праздничную молитву, до начала которой традиционно шакиры Центра изучения Корана читали Священное Писание. Слава Всевышнему! Объединил меценатов для организации самых массовых среди ежедневно проводимых ифтаров в России. Вообще я смотрю, что с каждым годом все больше шатров Рамадана становится. И люди тянутся к ифтарам, те, кто держит пост, и те, кто не держит пост, тоже приобщаются. Но у шатра Рамадана Ирдами, конечно, у него своя особенность, его отличает. Во-первых, это самый большой ифтар в городе, который организуется ежедневно. Это 1200 человек. А во-вторых, здесь очень много инвалидов, незрячих. И добро, которое делается именно для них, для незрячих, оно более, скажем, тяжелее на весах и в этой жизни, и в судной еде. Поэтому, конечно, я думаю, что люди будут приходить, будут появляться. Это не просто находить каждый день из 30, в общем-то, достаточно крупная сумма, находить тех, кто готов это оплатить. Но люди понимают ценность того, что предприниматели понимают ценность того, что необходимо помогать другим, чтобы, если ты успешен, ты должен испытывать чувство благодарности. А благодарность, она должна проявляться в конкретных делах. Я думаю, что вот организую ифтары, оплачиваю ифтары. Мудрые предприниматели, бизнесмены, они таким образом выражают благодарность и тем самым обеспечивают свое дальнейшее устойчивое развитие. Традиционно в подготовке угощений и в обслуживании людей на массовых разговениях, кроме сотрудников фонда, шагердов и мамов мечети, активно участие приняли реабилитанты, которые проходят курсы по борьбе с зависимостью, и, конечно, волонтеры, которые внесли значимый вклад в проведение ифтаров на высоком уровне. Во-первых, мы относимся к этой махалле. Мы здесь часто бываем, мы здесь отдыхаем, не так редко мы сюда приходим сами ифтариц, поэтому мы решили внести свой долг. Тем более, месяц Рамазан одно благое дело приносит человеку Сауп от одного до семиста раз. Да, я сегодня первый раз пришла помогать, меня Ахабеля позвала, и я была удивлена, что все приходят, помогают. Вот пусть Аллах Ахабеля примет наши благие дела. Нужно помогать. Рамазан ведь. И вообще надо не только в Рамазан, всегда надо помогать. Вот ты помогаешь, и Аллах Ахабеля тебе тут же дает. Это уже, как сказать, испробовано. Разделить трапезу вечернего разговения вместе с мусульманами мог любой желающий. И нужно отметить, что уже не первый год и второй шатрах Хирдама собирают жители не только Казани и многих районов Татарстана, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья. Здесь много наций, много наций. Вместе сядем и поговорим, и подружимся. Это самое хорошее. Самое хорошее. Спасибо вам. Самое хорошее очень. Мы с Берестанами сюда ходили, мы очень хорошо здесь. Большое спасибо, которые сделали. Большое спасибо. Самое главное. Костеприимство, радушие, милосердие и помощь – все это черты Рамадана, которые многие ждут и которые некоторые только открывают для себя. Среди тех, кто принимал участие в совместных ифтарах, было немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем как взрослых, так и детей. Спасибо за такое мероприятие. За организацию стола такого. Вкусно было тебе? Вкусно. Очень. Мне очень понравилось, нам очень понравилось. Здесь наши друзья, скажи, да? Здесь наши друзья и подружки. О популярности шатров фонда «Ердам» говорит тот факт, что они не всегда могли вместить всех желающих. И это при том, что каждый день накрывали столы на 1200 человек. А кроме ифтаров фонд «Ердам» проводил еще и сухуры, в которых также мог принять участие любой желающий. Вы посмотрите, как растет авторитет и мечеть «Ердам», и благотворительного фонда. Посмотрите, сколько людей. Это же свидетельство того, что как раз они «Ердам» же идут. Это растет уважение к мечети. Все больше и больше об этом узнают людей. И многие, особенно месяц Рамадан, стараются оказывать, сказать, помощь, приобщаться к этой работе. Вот так. Вот, Бизу Рахмад всем руководителям, особенно Ильдар Хазирату, который начинал все это дело. Конечно, сейчас уже и помощь, оказывается, страны государства, пленые есть, администрация, сказать, города. И от простых людей. Это великий, сказать, пример для всех, сказать, людей. Я фонд «Ердам» знаю, как начиналось, как это все шло и видел. И, конечно же, тот за такое короткое время, с такой, скажем, с начала работы и на сегодняшний день, та работа, которая делается, и мы надеемся, что она еще будет увеличиваться, объемы, и людей, которые радоваться будут, те, которые не видят, или там просто больные люди. Это, ну, я не знаю, на словах я не могу просто высказать. Это, альхамдур ляп. Откровенно говоря, хвалить, конечно, наверное, в первую очередь нам надо создателя Аллаха, который создал вот это нас, все вот это блага. И, конечно, поблагодарить тех людей, которые вкладывают труд в городе Казани, в республику Тарстан, и, конечно, простого, прихожане, простого человека, рабочего, благодаря которым вот у нас здесь жизнь. Я просто радуюсь искренне, что живу в Казани и желаю, чтобы все так же радовались. Благодарность Всевышнему за все, что он даровал, звучало как во время ифтаров, так и в праздничной проповеди, которая сопровождалась словами восхваления Аллаха. В переводе с арабского «Ид-Аль-Фитр» означает «праздник разговения» или «Ураза Байрам» по-тюрсхи. Он был узаконен в 624 году пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. С тех пор «Ид-Аль-Фитр» — это праздник служения Творцу, праздник благодарности, надежды и единения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В дни Рамадана во время ифтаров отмечен значимый вклад многих попечителей и друзей Ердама в добрые дела фонда. На протяжении многих лет они оказывают значимую помощь и поддержку в реализации социальных проектов фонда. Председатель Совета фонда Ильдар Байзитов и президент фонда Ильга Масмогилов вручают друзьям Ердама памятные знаки, медали и ордена фонда, желали успеха в деятельности и выражали надежду на дальнейшее сотрудничество. Каждый, кто поддерживает фонд в его развитии и способствует реализации его социальных проектов, заслуживает самых теплых слов благодарности. И на ифтарах слова благодарности звучали каждый день. И каждый день возносились молитвы за всех тех, кто был их организатором. На протяжении всего священного для мусульман месяца шатры Рамадана принимали гостей, независимо от их социального положения, национальности и возраста. Особые гости ифтаров и сухуров в шатрах мечети – это люди, страдающие ДЦП, колясочники, незрячие и слабовидящие, люди с полной частичной потерей слуха. Те, кого ради начинал и продолжает свою деятельность благотворительный фонд Ердам. Фонд Ердам благодарит всех, кто не остался в стороне от благоугодных дел и желает меценатам крепкого здоровья, семейного благополучия, всех благ и довольствия Всевышнего. И да вознаградит Аллах всех, кто благословенный Рамадан творил добро, всех благотворителей и всех тех, кто помогал в подготовке и проведении ифтаров. Благодарю тебя, Всевышний, за жизнь, дарующую мне, моим родным, друзьям и близким. Спасибо, Господи, тебе, спасибо за рассвет, закаты, за теплый дождик под луной, за необъятные просторы. Спасибо, что всегда со мной, за трепет, чувств и за влюбленность, за то, что я могу любить. Спасибо, Господи, спасибо за то, что нам даруешь жизнь. Следующие курсы для незрячих и слабовидящих в центре фонда Ердам стартуют уже 1 июля. О них и других событиях месяца мы, даст Бог, расскажем вам в следующем выпуске. Всех вам благ и да будет доволен вами Аллах. Ассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok